я всем 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 здорово вы на канале никита крылова всем добрый добрый денечек вас приветствую с дубая прямо сейчас нахожусь на дубай марине и юля сегодня пошла по торговому центру рядышком походите я думаю зашел думаю столько вот мне написано да вы что делать это нельзя делать дубая там комментариях не отвечает вы что делали это нельзя это нельзя это нельзя вот я решил а зайду к ей почитаю а что интересно такого нельзя что в принципе казалось бы ничего такого какой здесь запрет поэтому сегодня видео будет это будет посвящено запретом в дубае друзья итак погнали запрет который очень трудно нам понять дубае нельзя ругаться матом вот даже если ты едешь на таком зип-лайне выражать свои эмоции матом нельзя запрещено привет купила не купил я хотела сделать покупки ничего не сделать у меня видео запретах нельзя ругаться матом представляешь дубае как мы будем с этим бороться да вот я думаю едешь ты на этом зип-лайне летишь и хочется крикнуть как же тебе хорошо нельзя запрещено ну а самое главное для водителей да вот что вот что важно для нас то есть если ты едешь за рулем и кто-то так подтупливает немного впереди так чуть-чуть совсем маленько нет даже не пытайся ругаться матом посигналить могут да могут посигналить такое есть вот даже если произошла авария даже если впереди блондинка сидит что угодно в общем нельзя ругаться нельзя вот но не знаю мне кажется интересный запрет но у наших бы он конечно же не прижился коль мы уже затронули тему аварии если вдруг вы видите какое-то происшествие там дтп в общем какая-то ситуация чп нельзя это стоять и фотографировать вообще вот зеваком быть нельзя здесь штраф до 3 миллионов дирхамов я не знаю почему тогда не 10 миллионов не 20 не 30 вот ну вот такое правило мы например как-то наблюдали с юлей юля даже не заметила эту ситуацию в метрополитене стояли где-то два или три сотрудника вот за ними была ширма то есть этой ширмой прикрыли человека он там лежал ему видимо оказывалась какая-то медицинская помощь вот ну то есть в метро специальная ширмочка раз там закрыта это было прям на перроне они и вынесли поставили и поставили сотрудников чтобы никто даже не подходил к этому месту а нам необходимо было спросить как доехать до станции где пересадочка находится в общем мы благополучно спросили нам все ответили улыбались все хорошо при этом то есть вот они максимально тщательно скрывают все это негативное что ну что как бы хочешь не хочешь она есть мегаполисе в огромном конечно же здесь есть аварии конечно же здесь есть какие-то чп ситуации ну вот снимать это все категорически запрещено дубай город очень красивый и хочется конечно же все фотографировать везде вести вести съемочку но это тоже запрещено ну хотя в дубае честно говоря еще более лояльно к этому всему относится вот но во многих эмиратах других там шаржа даже там запрещено вообще категорически снимать госучреждения и за это там вплоть до сроков тюремных представляете то есть также говорят были случаи когда какой-то блогер там что-то наснимал потом выставил facebook и ему там огромнейший штраф впаяли за то что он показал фото автомобиля на стоянке для инвалидов вот что именно какой тут ну то есть я понимаю запрет ну а что что человек казалось бы там плохого сделал я не знаю да но вот запрещено было это в эмирате шаржа по ним получается очень жесткий запрет 1000 долларов штраф если вы будете ездить на грязном автомобиле представляете вот такое даже у них есть то есть суть в том что государство максимально все делает чтобы город был красивый ставят там небоскребы то есть ну мы понимаем что красивее в общем чем просто вот пустыня да они здесь все стараются развивают и тут на своей машинке грязной едешь по нему и портишь облик турист фотографирует и говорит ну что это такое вот для того чтобы это не было они придумали штраф за грязный автомобиль три тысячи диаграмма и не тысячи долларов чуть меньше конечно но суть ясна и больше не захочется но кстати насчет мойки авто у них очень интересная система вот ты живешь в апартаментах у тебя есть подземный паркинг да у тебя есть парка места и в каждом подземном паркинге есть услуга мойки то есть ты платишь в месяц какую-то определенную сумму сейчас не скажу какую вот и хоть каждый день ты остановился припарковал авто поднимаешь дворник это означает что я хочу помыть машину вот и все в принципе и с утра приходишь а у тебя машинка уже чистая вот очень такая интересная система очень простенько но тут дело в том что нет такой грязи как у нас да вот грязь грязь прям в основном это пыль потому что это песок поэтому от пыли тебе быстренько ее протерли и все идем по марине и это вот один из тех редких случаев когда нет рядом ни кафе ничего обычно здесь везде какие-то общепиты так вот как раз таких кухня очень развита в эмиратах очень все страны мира все представлено вот сидеть есть кафе это хорошо но с собой обычно никто с собой домой то конечно берут но так чтобы идти по улице есть такого здесь не встретишь до общественном транспорте в общественных местах есть запрещено вот особенно я думаю парижанам этот запрет не нравится потому что там в парижском метро многие едят я не знаю с чем это связано может быть мне кажется на самом деле здесь очень много индусов а индусы любят себя на родине поесть на улице это связано то есть они как обычно поедят тут же все выбросили из такая грязь появляется на улице а тут они запретили и человек мигрант он сразу понимает что не лучше сюда не лезть если что какой штраф кстати не знаю не написано я думаю тоже не маленький а зайду в метро кстати штаб я не помню или 100 или 200 он не такой большой да 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 еще кстати штрафы естественно есть в общественном транспорте например в метрополитене за жвачку по моему тоже они жвачка вообще запрещено там просто там даже не штрафа я не удивлюсь что там вообще могут не знаю что он за это сделать например если вы сели не в свой вагон женский или вагон золотого класса штраф 200 дирхамов вот если вы не оплатили проезд а у вас получается вроде как бы проездной есть да в этом просто на валидаторе не дожали там например или что-то не сработала карточка штраф короче за все штраф штраф вот за все то что если вы вдруг не выполнили при этом со своей стороны они конечно максимально выполняют все то есть метро красивые автобусы новые так далее так далее интересное нововведение вот 2022 году сделали нельзя ребенку до 5 лет находиться в взрослом бассейне даже под присмотром взрослых вот в дубае это запрещено какой штраф не знаю и почему так сделали ну как-то не знаю даже странно ну такое есть очень при этом как бы в море ты можешь спокойно ребенку пациенту может это связано как бы с безопасностью да нет не стану вот они так сделали а еще кстати у них запрещено использовать квадрокоптеры единственное исключение если вам необходимо выполнить какие-то там рекламные контракты короче если вам нужно использовать квадрокоптер вы должны очень сильно заморочиться у вас должна быть лицензия пилота вам нужно получить разрешение и так далее и так далее и так далее поэтому все кадры которые вы видите с квадрокоптера это скорее всего снимают не блогеры это снимаю здесь люди которые как бы специально обучены что называется вот они здесь работают они этим промышляют потому что очень много гемора чтобы получить разрешение у нас как бы коптера нет да я такой высокий какой коптер вон руку поднял и все у меня свой коптер понимаете ли зашли переулочек нас никто не видит никто не слышит штраф насчет наркотиков друзья ну не секрет да что в одной стране как бы можно в другой запрещено поэтому говорят что здесь особенно те кто пользуется вот часто обезболивающими препаратами будьте предельно внимательны будьте предельно внимательны потому что многие они здесь запрещены приравниваются к наркотическим поэтому говорят в принципе как можно себя относительно обезопасить возьмите с собой рецепт от врача вот то есть это будет поводом того что как бы вы себе ответственность снимаете как бы это возможно как-то сгладить ситуацию но вообще знаете об этом кто пользуется каким-то такими сильными обезболивающими на всякий случай лучше как бы лучше прочитайте что запрещено что нет вообще законы тут динамично они постоянно развиваются поэтому список тоже увеличивается уменьшается в общем прям перед выездом ищите информацию в интернете это мой вам совет нам слава богу ничего такого не надо вот говорят среди даже если ты будешь есть кондитерские изделия с маком тоже на тебя могут уже как-то не так посмотреть кстати я не видел дани или мне кажется особо мака да я особо здесь не видел точно точно как я могу забыть не ну да наверняка есть но как-то не знаю ли кажется ну в общем вот какой-то такой запретик существует мы с юлей уже вместе живем сколько лет почти 9 да да вместе да живем да конечно поменьше ну а тут запрещено вообще сожительство вне брака но и тем более какие-то интимные отношения вот срок от года друзья я вот думаю да это конечно же для местных это да это сразу оговариваем а кому срок то женщине или мужчине я вот не знаю даже но как бы там на самом деле очень суровые законы поэтому женщинам как бы вообще не сладко будет в этом случае это так вот мягко выразиться вот но я думаю скорее всего мужчине ему тоже какую-то такую ответственность делают хотя тут ну да свой тоже интерес вообще на самом деле страна как бы максимально все делать для того чтобы повысить рождаемость детей потому что как бы они хотят что больше и больше становилось именно местного населения они там предлагают беспроцентный кредит на свадьбу прям там где не помню там огромная сумма какая-то там десятки тысяч долларов кроме того они семье дают сразу же дом землю дают хороший дом по моему 300 квадратных метров что ли идет у них вот кроме того они дают там выплаты на первого на второго на третьего ребенка первого ребенка там если ты родишь в течение года там одна сумма если ты трех детей родишь в течение пяти лет там вообще просто ты уже небожителем будешь короче говоря очень и очень много привилегий они все делают для того чтобы ты институт семьи развивался для того чтобы в общем больше и больше становилось именно жители арабских эмиратов и пропагандирует что минимум в одной семье было три ребенка ну то есть понятно прирост рождаемость если в китае мы знаем что один больше уже там запрещено не знаю сейчас правда можете разрешили но такой запрет очень долго действовал вот то здесь они как бы правительство направлены программы чтобы минимум трех родили вот при этом лгбт что называется здесь вообще под полнейшим запретом ну вы видели это я думаю на чемпионате мира там говорили что если кто-то вдруг не дай-то бог с радужным флагом выбежит то он в этой стране в катаре останется вот здесь тоже честно говоря я этого не видел единственное чем увидели мы вот видели как например ну для нас это очень непривычно там мужики индусы ходят за ручки но это не значит что они какие-то там просто вот у них так принято они ну как бы там два брата два друга вот спокойно себе идут за руки вот для нас это странно но у них это нормально не 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 а тут вообще запрещено это все прям полнейший запрет думаешь запрещено мы не видим это не значит что их нет просто люди соблюдают ну да а если соседи донесут а все запрещено кому она нужна тут и так все хорошо и никто ничего не говорит эмирата что касается одежды но смотрите вот мы сейчас туристическом районе дубая здесь ну вообще я не знаю я ну то есть я иногда видел девушек у кажется в таком уже что просто ну как бы у нас если будут идти то все такие уху будут говорить это как минимум вот то есть то что юля там лосина чем-то еще много писали это все вообще просто цветочки на самом деле вот поэтому что касается одежды да раньше здесь были очень жесткие запреты нельзя было появиться говорят что даже там футболки женщине вообще нельзя было нигде в дубае появиться вот шортах это уже вообще не об этом никто не говорит сейчас все это все нивелировано то есть понятно что если ты идешь какой-то госучреждение или ты идешь там мечеть то но об этом и речи не может быть понятно что ты будешь одеваться до соответствующих если ты идешь по улице особенно в туристическом районе вообще без каких-либо проблем спокойненько гуляешь делаешь что хочешь то же самое касается купальников не знаю вот мне написано почему-то несколько статей написали что шарджа и раз им хайм а да это касается дубая вам говорю об этом до шарджа там намного строже все там так нельзя ходить уже там надо более как бы так сдержанно одеваться при этом на территории да ну вот я не знаю на самом деле написано что шарджа раз им хайм там запрещено девушкам бикини вот купальники но я так понимаю трусы стринги вот что такое именно такое уже открыто как же одной стайл помнишь там по стакану литра что были то ли музыку уедешь то ли скоростной режим помнишь дубай еще а да 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 звуки звуки да 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 ну в принципе как бы и в наших сторонах да вот это глушитель когда слишком громко орет то есть необходимо будет заплатить штраф да 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 тут все гоняют беспроблемно всю ночь у нас ну как бы не хочу сказать окна потому что у нас там мини окно он открывается чем у нас вид на шейх зайд рот и ночью я слышу как гоняют то мотоциклы то феррари то еще что то дело в том что здесь очень хорошие окна везде очень плотные поэтому это ты просто что-то слышишь такое легенькое а так абсолютная тишина ну как бы с этим проблем нет честно говоря не было такого что о я проснулся от того что кто-то орет да нет но гонять твой же пляжик все отлично супер супер-пупер кстати на пляж если так придешь с экшн камерой начнешь снимать то могут тебя тоже выставить запрет а я спокойно иду на телефон снимаю это все можно уже интересненький запретик такой насчет алкоголя как вы понимаете тоже это запрет то есть я видел например на пляже там сидели или его что ли ну то есть это все делалось пакетах да 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 все прикрывалась наверно да 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 то есть его было но запрещено надо общественных местах вообще запрещено ну как вам сказать при этом продажа алкоголя здесь ведется это официальные магазины ты не какой-то подполье потому что раньше я помню было такое что только подпольный тебе там в телеграм писали куда-то в инстаграм как только ты хэштег ставил дубай тебе сразу начинали отправлять сообщение в инстаграме типа нужен ли алкоголь и говорят что это как-то там приезжал курьер тебе отдавал передавал все уже уже все нормально магазины официальные есть работают до 9 до 10 вот на марине например он там в том районе находится если от марины к пальме идти вот до 10 работает спокойно покупаешь что захочется цены не знаем мы не заходили мы дело в том что берем себе небольшую бутылочку в duty free или большую бутылочку дети фри нам обычно на отдых не хватает мы алкоголем сильно в дубае не увлекаемся чего же приедем домой там будем пить чё нам зачем нам дубай тем более да там дешевле и запретов нет так а мне бы переодеться кстати запрещено да вообще в том числе переодевание оголение в общественных местах то есть это не испания вам так я пойду до переоденусь я вот это что переодевалки стоял на взамен минут пять такое впечатление мужики чё там делаете у меня вопрос то есть это я ждал пока один человек передо мной в очереди был все раз два три четыре кабинки представляете вот я бы запрет бы сделал долго находиться в переодевалке бред какой-то вот я переодеваюсь максимум 30 секунд чух чух все готов чё там шорты натянул да отлично супер супер шахта насчет запретов смотрите раньше тоже были запреты там на вейпы например на все все вот это вот курительная потом они все сняли наоборот здесь собирались провести там всемирный огромный фестиваль вейпов раньше были запреты там на все что написано made in israel вот то же самое сейчас уже все прямое сообщение есть вот очень-очень много того что было вот раньше например нельзя было купить iphone он был обязательно без фейстайма сейчас ничего подобного мы пользуемся айфонами из эмиратов они ничем абсолютно не отличаются то есть но обычные телефоны вот раньше не было нее не было даже возможности позвонить по вайберу по телеграмму по ватсапу потому что у них разрешено только звонки по ну то есть чтобы обычный номер это был не интернет звонок чтобы они могли на так понимаю для прослушки для более как бы хорошего отслеживания сейчас уже тоже ничего подобного нет я думаю скоро и видео связь появится потому что пока она редко-редко только в каких вай-фай точках пробивается но обычная связь уже вообще во многих местах спокойно ловит вайбер обычный звонок вот то есть очень-очень много того что было раньше очень-очень много тех запретов которые нам кажется что они действуют на самом деле они уже давным-давно ушки то же самое там не знаю магазины с свининой здесь есть отдельный то есть если ты хочешь есть все здесь продается а ясно так сейчас юли помогу купили кофе холодный кофе можно все нормально никто не запрещает все хорошо пить можно есть можно общественное место не знаю может какой-то общество greenpeace тоже запрещает вообще друзья да но и кто-то нет я не видел например но мне тоже кажется что она чья-то то есть ну как бы они они да они правители эмиратов стараются все делать для того чтобы дубай это такой мега-мега интернациональный город здесь ну прям прям в прямом смысле со всего мира люди приезжают сюда за какой-то своей вот есть американская мечта есть мечта дубайская да то есть они делают чтобы ну вот посмотрите даже на пляж банально да посмотрите сколько здесь людей все по-разному одеты вот например там это скорее всего индусы вот не знаю это скорее всего европейцы в общем очень-очень много разных наций кого здесь только не увидишь кого здесь только не услышал не услышишь разные языки разный цвет кожи все очень очень и очень разные для того чтобы все уже вались для того чтобы всем было комфортно конечно необходимо создать какие-то правила причем необходимо как я считаю такие жесткие правила точнее правила может быть не жесткие но чтобы они жестко соблюдались Вот, шаг лево, шаг право, штраф Здесь все очень просто Знал ты, не знал Там, например, в автобусе у тебя карточка не пикнула Ты говоришь, да у меня же есть деньги на счету Просто вот не сработал валидатор, например, что-то такое Они тебе говорят, ну мы же поставили этот валидатор Там же указано, когда он сигналит, правильно? Там же написано, на входе ты должен пропикать карточку И на выходе, вот не сделал, будь добр, штраф Вот, то есть очень-очень много таких вещей, которые Не знаю Ну, то есть правила должны быть А у них правила не просто должны быть Их должны все очень смело, жестко соблюдать Поэтому все сделано для того, чтобы вам было хорошо Что здесь можно делать? Это, конечно же, отдыхать, развлекаться, тратить кучу бабы-лищи Это, я думаю, все любят здесь делать Вот, они здесь это максимально поощряют Здесь спорткары, гиперкары Почему выбирают богачи, в том числе Дубай? Они говорят, ну вот мы, например, на Роллс-Ройсе будем ехать у себя Нас будут косо смотреть Здесь едет Роллс-Ройс Ну, Роллс-Ройс себе едет, да и все Или там едет Феррари, будь здорово Ну, едет себе Феррари, ничего страшного Вот, то есть человек, не знаю, отдыхает там в пяти или там какой-то семи звездочный отель Ну, как бы, ну здесь много таких отелей То есть это такое в пределах нормы Яхты, какие-то, ну, в общем, все-все-все-все Все, что касается самое крутое, самое богатое, самое высокое Самое большое насыпное это остров Там самые большие круизные корабли, самое большое здание Самый большой пар цветов Самое большое золотое изделие Самые красивые, не знаю, сингапурские грибы Колесо, да, как в Лондоне Там подсветка моста Или водопад, как в Сеуле Короче говоря, все-все-все самое-самое они сюда приносят Для того, чтобы это был самый-самый комфортный город Конечно, всем не угодишь Но как-то старается такое впечатление Нас, например, в Дубай манит Он нам нравится с Юлей Юля в большей степени Мне тоже нравится, но не так прям, как Юля Юля прям кайфует от Дубая Говорит, здесь жизнь, здесь движуха Что еще здесь? Что тебе здесь нравится, вот я думаю? Современная, очень чистая Современная, да Можно еще это посмотреть Да-да-да-да-да То есть, конечно, некоторые скажут, вот в Европе Вот там Развлечения? А, типа всякие аквапарки Вот это все? Это нравится экскурсии современные Ну да-да-да Мы же понимаем, что этот город вырос в пустыне Вырос, по сути, из ничего Вот То есть, правители все сделали, чтобы сюда привлекали деньги Поэтому, несмотря на все эти ограничения Здесь, по-своему, прекрасно Желаю вам тоже прочувствовать атмосферу Дубая Желаю вам покупаться Вот В этом водоеме Персидский, Арабский залив Или Красное море Или, ну, Индийский океан Нет, конечно, не здесь Кому как что больше нравится В общем, приезжайте Отдыхайте Вот Ну, а самое главное Что мне больше всего нравится В Дубае Я уже это говорил О том, что здесь Огромное количество национальностей Красное море? Да, мне говорили, что это Красное море Писали в комментариях Не знаю Персидский или Арабский залив Красного моря Вот Ну, я спорить не буду с комментирующими Так, как есть Так и есть Что мне больше всего нравится Еще раз начну этот разговор Что тут много-много национальностей Все уживаются Все живут Все соблюдают законы И развиваются Вот что самое главное Все вот это подстроено Не благодаря жителям Эмиратов А благодаря всем тем, кто сюда приезжает Приезжает не на отдых А приезжает работать И в том числе, кстати, кто на отдых Тоже мы сюда деньги-то привозим Вот Вот поэтому Прекрасный пример того, как нужно жить в мире Всем мира Всем добра Всего самого-самого крутого Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»